добрый вечер дорогие друзья в эфире программа звезда на звезде моя сегодняшняя гость я за свою жизнь сменила множество профессий она работала и на кондитерской и на фармацевтической фабрике и в доме моделей в министерстве здравоохранения преподавала в детской театральной студии но только став актрисой почувствовала свое настоящее призвание сегодня у нас в гостях народная артистка россии лариса лужина лариса анатольевна добрый вечер добрый вечер очень рад вас видеть хорошо слышать я думаю сейчас вы скажете сменилось только мужей это на другом канале ну вот прошел 80-летний юбилей владимир семёновича и вот интересно пофантазировать если бы он был жив каким бог вот как бы он встроился в эту современную жизнь вы можете вообще его представить 80 лет если себя представляю я вас не представляю я уже от него отстал один год не рассказывайте мог быть я не знаю но я представляю но я думаю что он был таким оставался какой он был из такой же бы наверное был бы импульсивный такой же энергичный такой же свободолюбивый каким он был и тогда я думаю что у него материала на сегодняшний день было бы достаточно а потом мне кажется он бы внешне не очень бы менялся что он такой был спортивный подтянутый если бы только конечно не болезни вот это которая его тоже губила кстати вот мы на вертикале снимались он вообще два года вообще ничего не принимал никакого спиртного ничего не было потому что он был держал себя у него была воля но ведь доброжелателей вокруг много я понимаю что вы в какой-то момент начали впадать в раздражение от журналистского мнения что вертикаль это визитная карточка актриса уже не так начинает час говорить потому что не знает на семи ветрах видно картины что не понимаешь на семи ветрах много чего не знают просто уже поколение пришло вот визитная карточка вертикаль это потому что повторяя благодаря владимир семёновичу два раза в году 25 и 20 июня юля и января повторяет фильм все время я договорила как раз передача на память в высоцком о том что вот у него вот у нас как родилась у него строчка 1 вот мы вы при когда мы стали снимать мы же в кабардино-балкарии снимали баскал баксанское ущелье там и ткол ильбрус рядом пикчуровского ужба вот это все на шельда это вот все наши места нам варухин говорит санислав сергеевич вы все должны уметь делать что делать альпинисты вот вам вострек они вас ледорубы вас рюкзаки за плечами вся там обмодировка куртки очки там вот идите на восхождение берите мне вершину вулей называется вот идете вот вам альпинистка заслуженная инструктором идет альпинистка она впереди значит мы за ней вот наш шесть человек нам нужно было все это уметь все равно делать любом случае играешь что врача или играешь ты радиста и мы пошли на восхождение это было очень тяжело хоть это считается не очень высокая она около трех тысяч метров это вершина примерно вулей и никогда недавно я показали два года назад так посмотрела я не поверила в это и мы идем мы дошли почти все прошли леса там эти пески луга лед и подошли к вершине и вот здесь вот конечно было тяжело все мы устали ужасно но красота которую мы увидели эту не описать вот нигде ты такую красоту не увидишь только может собственными глазами увидеть находясь там когда все сверкает когда это изумрудным льдом покрыт эта вершина когда чистота воздух синее небо и вот володя тогда и родилась первая строчка весь мир на ладони и пошла песня вершина здесь вам не равнила здесь климат иной идут лавины одна за одной и с камнепадом ревет камнепад и можно свернуть обрыв обогнуть но мы выбираем трудный путь опасный как военная тропа вот это вот и вот все там ради и все эти песни родились там и вот володя если бы вот это ему же запретили как бы тогда он в это время был запрещенный ну не давали ему там выходить на сцену он играл в театре да он снимался все но но тем не менее на сцену такой режима как труппор так вода прижимали мы не давали не разрешали просто выступать и когда мы стали снимать картину ты вот не разрешали снимать в этом фильме говорухи ну сказали нам рысоцкий не нужен это головная боль так было прямо с банду директор студии так сказал одесской но станислав сергеевич вы наверняка знаете от человека твердой воли упорный такой прямой и он сказал что а я не буду снимать без высоцкого а тогда же был план студия каждого полняла план единицы съемочные нужно было очень из махнули рукой ладно пусть снимается только никаких песен сказали а он написал 5 песен для этого фильма без песен невозможно без песен просто даже слава станислав сергеевич понимает что картина бы до сих пор не дожила до если бы не было песен владимир а так как это же и песни и музыка они герои все они в фильме герои на каждый каждая тема там идет и военная тема и суету городов например в суету и потоки машин возвращаемся мы просто некуда деться мы спускаемся вниз покоренных вершин оставляя в горах свое сердце потому что вот эти финал был написан этой песни для финала он не был задуманным уже все закончили картину уже смонтировал станислав сергеевич борисом картину смонтировать финала не получается но альпинисты люди которые дружат и дружба крепкая в горах потом они спускаются и становится как артисты между прочим приехал на фестивале ты общаешься ты очень дружен кажется ты знаешь друг друга на перрон вышел уже хоп хоп и уже никого нет и все разъехались по своим домам да так альпинисты пускаются вниз гор попадают домой с вас входит в вокзал до свидания и больше не встречать только на следующий год может быть создавая новую какую-то группу на покорение какой-то новой вершин и вот не просто говорят как ну привет ну до свидания таля до встречи там на будущий год и уходят финала нет точки нет мучились мучить мой вдруг володя пишет эту песню в суету городов и потоки машин и она стала финальной точкой этого фильма он просто спас спас финал картины где-то я слышал недавно передача была и штан журналист который по нтв выступал говорил о том что володя живет пока живого поколения мне кажется он не прав совершенно потому что я его не поняла я не знаю потому что это это очень странное утверждение потому что вокруг меня кроме моего поколения есть и младше поколение уже сколько поколений знает володя высоцкого не только же наше поколение которые с ним росли вместе которые одногодки практически а сколько мои уже внуки знают володя высоцкого не верят видимо этот журналист живет в инкубаторе где вот в этом инкубаторе и этого поколения вылупляются птенцы об этом что-то имел другой виду я не знаю не знаю очень странно вот есть у вас ответ почему молодое поколение так скептически относятся к тем потрясающим старым фильм считается что они слишком простые что кинотехнологию шли в какие технологии когда там наизнанку душа была душа прежде всего там были все-таки люди военного поколения я почему-то не очень вот смотрю сейчас военные картину снимается есть современные современные военные фильмы но я их не могу смотрю меня почему то нет не трогает знаете я не такой ощущение все время хотя есть очень хорошее ничего не могу сказать но если такое немножко ощущение что вот как ряженое вот немножко мобильные телефоны в гимнастерке где-то, да, спрятанное? Да, 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 вот такое ощущение. Вот что, не знаю, и кажется, все делают правильно, и там подвиги совершают, и слезы льются, и текут градом, и все, а что-то меня не трогает. Вы знаете, просто с какой целью я интересовался расспросить вас о вашем отношении к исторической достоверности в картинах, претендующих на историзм. Вот, имеет ли художник право что-то придумывать, добавлять? Просто огромное количество разных судебных процессов вокруг замечательных даже картин. И авторы говорят, ну мы же имеем право, мы же в угоду зрительного интереса. Собственно, мне кажется, как художественный фильм, то здесь автор имеет право добавить свой какой-то вымысел, что-то свое прибавить, потому что это художественно, это все-таки его идея, его мысли. Я понимаю, если это документальный фильм, то здесь уже ничего не добавишь, здесь должно быть так, как есть. А художественно, я привожу пример, мы сейчас, кстати, разговаривали, мы ехали сюда, что вот в Движении веры говорят, там кто-то из родственников уже что-то пишет, что там что-то он не так болел. Было не так, болел позже, узнали позже. Ну если он болел здесь, в этой картине, что я как бы он чуть не помирает, это сильнее просто удар на зрителя. Конечно. Эмоционально по-другому. Разговоры идут о том, авторы оправдывают это тем, что для зрителя надо чуть больше, чем... Я говорю тоже смешно, вот история у меня была с фильмом, так начиналась легенда, фильм о Гагарине. Мы играем с детства Гагарина, снимали картину, Григорьев, Боря, режиссер. И мы снимали, ну про Клушина, естественно, годы оккупации, Юра маленький, он в первый класс пошел, я играю на Тимофейну Гагарину, маму Гагарину. Мы снимали в Твери, в Ирской области, в деревне. А они в Клушино, это Смоленская область, деревня-то. Мы приехали в Клушино с показом фильма. И когда мы показали фильм, то закончилась картина, обсуждение пошло, ну жители Клушино говорят, не, вы знаете, нет, там не правда, там вот корова у Гагарина была не черно-белая, она была рыжего, с рыжими пятнами. А изба у них совершенно не та, и ходил он не с портельчиком, а у него был ранец какая-то, тряпочный такой. В общем, начинают вот такие детали. У нас так не ходили, у нас так срубы не клали. Вот это вот, но это же художественное, все объяснено, это художественное произведение. Таким, мне кажется, что имеет все-таки автор какое-то право на вымысел. Может быть, такого фильма, как Матильда, вы говорите, я не смотрел его, но там, может, это исторический, может быть, там не надо делать, потому что здесь вымысел, потому что мы верим в историю, мы начинаем тогда для себя представлять, что так и было. очень часто звезды советского кино и театра становятся печальными героями ток-шоу, и в средствах массовой информации появляются статьи о том, что работы нет, пенсии маленькие, они влачат жалкое существование, не имея возможности свести концы с концами. Ну, в общем-то, так это и есть на самом деле. Так и есть на самом деле. К сожалению, да. Ну, слава богу, сейчас можно сказать правительству нашему спасибо, что они наконец-то сезвули добавить нам народным артистам и заслуженным. А ведь это отрасль, да, отрасль, давала, там, вторые или третьи деньги в Советском Союзе. Второе место занимало кино для бюджета Москвы, давало доход. Второе место после, как говорили, после водки. В общем-то, я всегда, как пример, привожу Нону Викторовну Мордюкову, которая стала вообще в десятку лучших мировых звезд. Мировых, видишь, да. Звезда названа ее именем. А ведь вот ее ушла, она и жизнь, что у нее осталось? Кроме трехкомнатных, как у меня, трехкомнатная квартира в 72 квадратных метра, и все, у нее ни дачи, ни машины, никаких, я думаю, этих самых сбережений. Ничего же нет. А это какое мировое имя? Ведь она же милая, чтобы она какое-то наследство оставила. От чего это зависит? Так быстро протрачивались... Вы помните свой гонорар на Семи Ветрах? Я помню, сколько я получила за роль. Потому что я получила, по-моему, в самом конце 700 рублей. Я получила за роль в фильме на Семи Ветрах. Эта картина «Честь Родины» в Каннах отстаивала? Ну, она была, она была, к сожалению, она была сначала в Каннах. Там целая какая-то интрига возникла. Я так не знаю. Даже Ростоцкий мне не рассказывал эту историю. Я знаю, что она была в конкурсе. И даже когда мы приехали, были плакаты вести на Семи Ветрах, но потом были маленькие заклеены маленькими плакатами, когда деревья были большими. Курижановская картина была. И как бы это был какой-то, да, такой внутри... Что-то там произошло. Какая-то интрига, да? Потому что мы же остались в составе делегации. Могли бы нас исключить, если бы это все заранее произошло. И картина была показана, просто статус поменялся. То есть картина была показана? Да, она была показана, она была вне конкурса. Я думаю, я сейчас считаю, что очень хороший фильм у Кулиджанова, очень хороший, у Льва Александровича, когда деревья были большими, шикарный фильм, но он как бы, как сейчас говорят, не в формате был фестиваля Каннского. Понимаете? К сожалению. Поэтому, конечно, на Семи Ветрах было бы больше в формате. Все-таки война им близка, Великая Отечественная война, им, французам тоже близка. И, наверное, может быть, и там любовь. И там любовь, хотя, вот это понятно было бы, наверное, для того же зрителя французского, мне кажется. Поэтому она все-таки, это же не такая у нас прям эпопея военная, да, на Семи Ветрах. Это такая сказка. Как нашли-то вас? Да никак не нашли. Мне не очень разрешили. Я училась у Герасима, Тамара Федоровна Макаровой. И там благодаря только им. Потому что Станислав Ростуцкий, кстати, хотел другую актрису снимать. Он на эту героиню, он сначала думал Ленину Меньшикову. А Герасимов был как руководителем у него, да? А Герасимов был художественным руководителем объединения, там, в котором находился Ростуцкий, Станислав Ростуцкий. То есть он вас предложил свою студентку? Он предложил, потому что он снимал «Люди и звери» в это время. У него должна была картина «Люди и звери». Двухсирейный фильм. Там снимались все наши почти, Жанна Болотова в главной роли, Никоненко там. Все там наши актеры. Таня Гаврилова снималась в одной из главных ролей. Ну, Тамара Федоровна, естественно. И Еременко, Николай Николаевич, отец Коля Еременко. И они должны были ехать на Кубу и, в принципе, снимать там у них было много там съемочных дней. И он как бы выпадал на полгода из педагогической процесса. И он хотел всех своих расстрелить. И он всех своих режиссеров, они там помощниками бегали, кто кем угодно, ассистентами. И актеры все в эпизодах снимались. Клянский был помощником режиссера. И, в общем, он всех как бы занял. А я оказался неудел. И тогда он решил меня пристроить. Вот почему. Потому что он узнал, что у него в объединении известно, какие идут фильмы начинают сниматься. И Ростовский снимает вот на Семи ветрах. И он говорит, Стасик, у меня есть девочка хорошая. Посмотри ее. Ну, Ростовский уже так поклинился. У него уже была намечена героиня. То есть вам пришлось преодолевать эту ситуацию? Ну, и мы пришли кинопробу. Сделали мне кинопробу. Все. И Ростовский не очень все равно. А Сергей Павлович посмотрел. Слушай, молодец. Все, она спокойно справится с этой ролью. Бери-ка ты ее. Ну, поскольку мэтр сказал, как говорится, пришлось взять. Но вы завоевывали его долго? Я имею в виду как к себе. Я завоевывала все это долго. Очень. Когда меня утвердили, я была, конечно, безумно счастлива. Потому что у меня до этого было уже четыре картины, между прочим. Слушай, я начала сниматься еще в Таллине. Вот. Но они какие-то так незаметно прошли. Я обрадовалась. Думаю, о, как здорово меня утвердили. Я была такая счастливая. Думаю, все, роль у меня в кармане. Знаете, и как-то расслабилась. Когда мы приехали в Ростов-на-Дон снимать, у нас там была экспедиция, меня прикрасили в блондинку, сделали из меня блондинку. Ну, Светлана, Светлая почему-то. Должна быть обязательно. И пошло. Вот не идет, и все, съемки не идут. А Ростовский еще как-то видно то, что он меня не очень хотел снимать. Не очень уделял внимания. И он нужен ко мне как бы внимания. Особо он как-то мной не работал особо как-то со мной. И он привез материал, даже не знал, потом узнал об этом, чтобы мысли о том, чтобы погадать Герасиму, сказать, что я не тяну роль, что меня надо менять другой актрисы. А Герасим просто сказал, Сясик, ну, ты знаешь, ты сам виноват в этом, что Лариса не получает. А кто виноват? Это же зависимая профессия актерская. Ты скультер, ты скультер. А это Герина. Вот давай лепи из нее. Давай делай из нее. Ты в твоих стилах все это. Значит, ты виноват. Ну, что осталось? Саниславович еще не осталось, как снова вернуться в этот Ростов-на-Дом. И тут наступило... Перекрасили меня в мой цвет обратно. И наступил новый период. И наступил новый период. И Тамара Федоровна еще написала. Лариса как мама. Да, она написала мне, что ты должна серьезно, когда она говорит, Сыч, вот как, говорит, надо готовиться к роликам. Придумай всю ее биографию. Я как дурочка потом села, тетрадку нашла. Написала всю биографию Светланы Вашовой, где она родилась для себя, решила Владивосток, что Ростов-Дом едет, в мае, в общем, всю историю. Знаете, что с одной стороны как бы было странно, что это, ну, если говорить там, ну, называть вещи своими именами, это, в принципе, как Трабля была, да, на съемочной площади. Я имею в виду, Тихонов же поддержал Ростовского? Да, Тихонов поддерживал. Там только был на моей стороне Вячеслав Михайлович Шумский. Он все картины с Ростовским снимал практически. Это был, это Генри Фонда. Вот если помню, Генри Фонда, вот это был Генри Фонда. С зелеными глазами, с поволокой, красивый, молчаливый. Я так почему влюблю операторов, что они там за камерой сидят, у них там какая-то своя жизнь, свои какие-то мысли. Они загадочные. Почему у меня мужья и операторы? Первый, второй был оператором. Я влюблялась в операторов всегда. Вот люди дела. Эти болтают. Да. А вот эти работают. Вячеслав Михайлович такой. Вот он как раз у меня, видно, был как бы чуть-чуть меня, может, влюблен, не знаю, ну, как в лицо, наверное. Ну, как молодая, красивая девочка, студентка. Ну, что же ей не помочь? Он даже мне свет ставил по два часа, чтобы глаза. И не даром просто мне подписали там глаза влюбленные большие. Таких глаз больше никогда не было нигде, ни в одном фильме. И, конечно, Ростовского все любили. Это была душа вообще группы. Он, во-первых, очень начитанный, умный, интеллигентный человек, веселый, не знаю, такой, ну, просто широкий. И, конечно, все его слушали, все в него были группы влюбленные. Он подбирал всю команду, которая его любила. И, конечно, они видели какое отношение Ростовского ко мне. Они ко мне тоже стали хуже относиться. Но это все переломали, конечно. Потом, когда переломалось, да, Сергей Павлович переломался, это и, в общем-то, благодаря ему. И ко мне изменилась и группа. Самое главное, что картина произошла в результате, а это не могло бы без этого альянса произойти. Да. Ну и что за победный твист вы оттанцевали в Каннах по этому поводу? У меня дома есть журнал, этот паре матчей. С фотографиями? Да, еще мне Ростовский подарил второй журнал. У меня два журнала даже. И при матче реакцион, и журнал его вывозить нельзя было. Да, и вывозить. Как он попал к Катерине Алексеевне, я не знаю, конечно. Ей он сразу попал. А ей было можно. А ей было можно, да. И действительно, мы приехали, а у нас делегация была потрясающая. Главой был Сергей Палинович Герасимов. В состав делегации входил Юлий Райзман, Чухрай Гриша, входил Нур-Астоцкий, Курлицзианов Лев Александрович, Познер Владимир Александрович, отец Владимира Владимировича Познера и Паши Познера, младшего брата. Вот такая делегация. Мы Инна Гулая, мы вот первые девчонки, первая наша поездка, Париж, сразу Франция. И все, мы никогда за границу еще не выезжали. Я помню, как Инна вообще, Генна Шпаликова, да, уже я был. И она так восторженно, по телефону все время общалась, говорила, Генночка, я познакомилась с Бриджит Бордо, Бриджит Бордо не был на этом фестивале, но она все равно по телефону рассказывала, как она познакомилась с Бриджит Бордо. А мы тогда, Наталья Вуд, был Роберт Ассейн, там были, ну, много там были, Антониони было, были потом его, Манниковити, вот были такие тогда на фестивале, на этом фестивале Каннском. И там был твист, вошел в моду твист тогда. Я помню, что мы в Афгике у нас пытались танцевать, но нам всегда, как только начинался музыка твист, сразу у нас приходил такой был Ципурский, Ципурский, по-моему, фамилия была, который выдергивал электричество, отключал свет, чтобы не играла музыка, и мы прекращали на этом все танцы. И уходили по своим, значит, в общагу или кто куда, по домам. А в общежитии все-таки это другой мир был. Это было свое государство, в государстве, как говорится. Буги на костях. Много иностранцев же у нас было. И ко мне подходит нега такой, Коста Диани, вот как сейчас помню, режиссер курса Михаила Ильича Рома, и говорит, Ларис, а ты умеешь твист? Он чернокожий, из Парижа. У него там брат живет, какой-то там известный человек был. Он говорит, ты твист умеешь? Я говорю, да нет, Коста, я не умею. какой твист? Во-первых, запрещен, я не танцую. Он говорит, ну как же ты поешь? Покажу. А ты что, милая моя? Давай я тебе покажу. И мне показал несколько движений, как сигарету. И пригодилась. Да. Я пригодилась, я приезжаю туда, и ко мне пристал журналист, просто не отходит от меня, станцует твист, и станцует твист. То есть это была фотосессия, это не была часть, то есть я так понимал, что это вечеринка, на которой вас подсняли. Так, это и было. Нет, он меня сначала просил, я сказал, что я ничего с ним, танцевать не буду, твист я не танцую. Но когда у нас был прием, вот прошла картина, когда были большими, каждая делегация устраивает прием. Прием советской делегации устраивает. Ну, как всегда стоит водка, черная икра, красная икра, черный хлеб. В основном, больше, по-моему, ничего и не было, особо на столах. И заиграли твист. Ну, ко мне подскакивает этот американский журналист и говорит, пошли, приглашай танцевать. Я говорю, я не пойду. Я говорю, нет, я знаю, что нам еще, нам еще, когда мы уезжали с гиками, сказали, что вообще ни с кем не общаться, никуда не ходить, вообще по номерам только сидеть, только с делегацией выходить, и все. Я прижалась к стене, я стою, говорю, я не пойду. Сергей Аполлиначевич говорит, Лариса, как так? Ты моя ученица, моя все должна уметь делать, иди танцуй, твист, сказал он. Я думаю, раз мне Герасимов сказал, иди танцуй. можно. Тем более, я могу ему показать, что я действительно его учениц, что я умею его танцевать. Я пошла. И как только мы, то ли с этим журналистом начали первые какие-то па, он исчезает куда-то мгновенно. Все вокруг меня так вот выстраиваются, мужчины почему-то одни, подскакивает латиноамериканец, который начинает выделывать черти что. Он там как-то и на спагат садится, и на мостик, и делают потрясающе, танцуют великолепно. Ну, я просто около него там что-то делаю. И все это засняли. Вот этот журналист все это и заснял. И все это появилось в паре матчей во время фестиваля. То есть такая была все-таки провокация. Зачем? Ну, может быть. Да, еще написано был, текст был такой, «Дольчевита», «Сладкая жизнь советской студентки». Вот. И я не знаю, что там, я до сих пор не могу никак, не перевожу, какие там комментарии под каждой фотографией были. Но там ничего такого особого нет. Я нормально себя скромно веду, там танцую, ничего не знаю такого. Нет, просто странно, что Екатерина Альсивна стала вычеркивать. Ей прямо на разворот, это в развороте, ей положили на стул. И она потом, когда ростовские... Ну вот, послали. Да. И она вычеркнула у меня следующая поездка к Карловаре. Там идет после Каннах идет Карловаре фестиваль. Карловарский. Это май, а это июнь, июнь. И нас туда направляет наш фильм. И министр культуры Фурцева вычеркнет. Она вычеркнет меня просто красной чертой. И Герасимов этот Ростоцкий первый увидел, говорит, как так? Моя героиня не едет. Как же так? И Герасимов не спас? Нет. И Екатерина Альсивна сказала Ростоцкому, не една, она себя неприлично вела, плохо вела, кривлялась, что-то она про меня там сказала какие-то слова. Ростоцкий, да нет, как будто... И тогда он, видно, Сергея Полинаевичу сказал. И тогда Сергея Полинаевича, Григория Чухрай, кстати, они пришли с Ростоцки к ней и сказали, Сергея Полинаевича и Григория Чухрай. Все неправда, были под контролем. Это было, это я, это моя идея была, чтобы она танцевала. И Грида ей так нынешно, да ладно, ну пусть едет. Детские воспоминания, вот блокады, они есть? Вот там, или они совершенно... Мне все-таки было где-то 2,5-3 года, я не помню это. Вообще нет. Я только помню, единственное, помню, что мы с мамой, с моей сестренкой, которая была 6 лет, она постарше была, что мы прятались под кровать, когда была тревога воздушная, мама нам говорила, вы убежите, надо тут же бежать, Люся приказывала, а находила нас под кроватью, мы убежьем, и мы добегали. Я не помню, как папа ушел из жизни, хоть он умер от истощения дома, Люся как умерла от голода, я тоже не помню. Бабушка у меня там убила осколком, попала бомба в соседний двор, ее осколком ударила, в общем убила ее. Я вот этого ничего не помню, только, знаешь, это по рассказам мамы, все. То, что я хорошо помню, это когда нас, мы приехали в город, куда нас эвакуировали, это Линск-Кузнецк, и я только помню, что останавливался поезд на каждый, ну, каждый остановка какая-то, да, станция определенная, город какой-то, то частично всех эвакуированных, там по 10-15 человек выпускали, и оставляли на платформе, и там подходили местные люди, которые их разбирали. Они даже были там расселиться, там же не было никого там ни знакомых, ни родственников, ни то, что там куда-то к родственнику тебя эвакуировали. Ты же просто эвакуировали в какой-то город, где ты никого не знал. Вышли на Перу, и, значит, и стоим, значит, у нас там 15 было, не знаю, сколько там, женщины и дети. И подходят местные жители и начинают разбирать. Всех разобрали, а нас с мамой не взял никто. И мы так стоим, что мы, может быть, может быть, от того, что мы худые-то. Я не знаю, что там. Там все, наверное, все-таки были. Все такие были, но как рабочая сила к нам как-то никто, значит, не отнесся, потому что, видно, видели, что мы не... А может, разобрали, некому было же нас брать. И мы все ушли, и мы стоим вот так вот, как мне потом рассказывала тетя Наташа, которая нас забрала к себе. Она говорит, что я уже стала уходить, потом обернулась, смотрю, девочка стоит с глазами полными слез. Она говорит, меня не вырежало сердце. Я подошла, хотя мы с дочкой, там отец, муж у него ушел на фронт, и мы с дочкой достаточно бедно жили все, но я поняла, что я не могу мимо них пройти. Она обернулась и нас забрала к себе. И вот это вот, немножко я помню вот это время. Я помню, как я ходила, в каком-то она мне пиджак дала, то ли от сына, то ли от мужа. Он был длинным, такой, рукава были такие, и он был длинным, как пальто для меня, хотя он был пиджак, но я ходила в этом пальто. Мы в детский садку нас определили туда. Помню, букет был, такая лайка сибирская, коричневая, такая красивая, и кот был тоже такой же красивый. Я перед нашей встречей представил какое-то определенное количество ваших интервью. Прямо не стесняясь друг друга, журналисты задают вам один и тот же вопрос. Один и тот же, в одной и той же формулировке. Я думаю, а что такое за восприятие вашей жизни и творческого пути у этих журналистов, если один и тот же вопрос их волнует, чего в вашей жизни было больше, везение или преодоление? Я думаю, преодоление, вроде, ну такая судьба, замечательная, яркие работы. Что артиста? Что такое судьба артиста? Это роли. Есть роли. Везение получить эти роли? Нет. Это работоспособность. Вы сами для себя как-то этот вопрос отвечаете, потому что есть разные варианты ответа. Как, кстати говоря, про роман с Высоцким, то это была дружба, то это был роман. Абсолютно разные версии. Но это забавно сопоставлять. Все хотят, чтобы был роман. Я сейчас думаю, хорошо был бы роман, но его не было. К сожалению, не было. Ну что же делать? А везение было? Дурочка. Вообще? Ну вообще везение. А преодоление? Я думаю, что больше везение. Потому что у меня такое ощущение, что я все время где-то немножко как щепочка по реке плыла. Вот по течению все время. Потому что я не смогла бы, например, пойти куда-то, вот как, например, Элина Быстрицкая, которая смогла прийти к Герасиму и доказать, что она сыграет. То есть кулаком по стволу это не ваш арсенал? Она же должна была играть в Мордюкор. Там действительно уже Герасимов был готов снимать другую. Вдруг Элина быстро приходит и говорит, что это моя роль и я уверена, что я сыграю. Доказала это. Вот этого я бы никогда не смогла. А вы цветок такой, если не поливать и не ставить к солнцу. Поэтому я считаю, что мне немножко не совсем повезло, чисто в творческом плане. Потому что все-таки нет у меня таких «На семи ветра». Да, но это хорошая картина. Но это не летят журавли. Понимаете? Это не еще какой-то фильм. Что же мы все время как будто это исключение исправил? Это же вообще исключение исправил такие картины, как там летят журавли. Хотелось бы в таком сняться. Или, например, такие роли, как у Чурикова или, не знаю, как у Черсюнова, если брать. Какие роли сыграны мощные. У меня таких ролей не было. Я шла как-то, ну, да, милая, хорошая, симпатичная, добрая. Но мне так хотелось быть лидером. Мне хотелось быть властным. Мне хотелось ударить кулаком по столу. Не знаю. Мне там хочется, хотелось бы взять в руки что-то. Я не знаю, чтобы... Я не знаю. Мне хотелось быть Васой Железновой. Понимаете? Вот такой. Но мне не получилось. У меня не было такой роли. Вы же одна из первых этот формат попробовали. Да еще и за границей. Я имею в виду сериал на Дэфе. На Дэфе, да. Потом было в Праге был фестиваль телевизионных вот этих пяти серийных фильмов. И туда вошли «Адъютантово превосходительство», «Ставка больше, чем жизнь», «Четыре танкиста-собака», «Доктор Шлютер», еще какой-то был фильм. Вот они вошли в этот фестиваль. Как раз был фестиваль этих фильмов в Праге проходил. Не помню, какой это год был. Часто не могу вспомнить. 70-е какой-то год. Вы же призы получали там прямо с самого начала и «Лучшая актриса», да? Ну, там, да. Там, потому что там не государственная премия, национальная, лауреат национальной премии, еще Ульбрихт. Я сейчас уже не знаю, кто такой Ульбрихт. Да, вот это молодое поколение. Кто такой Ульбрихт? Да. Ульбрихт мне вручал, помню, медали. Тут золотая на меня есть до сих пор. Гёте. С профилем Гёте. И он как бы маленького роста был. А я еще на каблуке. У меня метр семьдесят два, все, да еще каблуки. Ну, вот и восемьдесят уже. Да, вот уже, понятно. Он еле дотянулся мне, чтобы сюда его прикрепить. И Лысина передо мной. И я его поцеловала. Но я смогла только Лысину поцеловать. И потом, в следующий день, уже в газете так написано, «Кюс фон Лариса». Ульбрихту. И написано, «Поцелуй от Ларисы». У вас было ощущение, что вы из большой мировой кинодержавы приехали на дачу? Во-первых, я жила в условиях, конечно. Я жила в такой, в гостинице, которая, ну, как у нас Дом творчества, да. Но это не Дом творчества, это был особняк. Это был особняк, причем на западной стороне. Потому что я туда могла проходить по специальному пропуску. Стояли с автоматами, с овчарками. И я только проходила, меня довозили до Шлагбаума, я там проходила, и туда уже никто зайти не мог, в этот особняк. И там никого почти не было. Там только кто-то из режиссеров писал сценарий, приехал из Берлина. И я была практически одна, но в таком шикарном месте. Это уже западный Берлин. Германия считалась. Западная Германия. И даже переводчица оставалась там за Шлагбаумом. Она аж со мной не могла пройти. Почему я немецкий быстро выучила, разговорный так, умгангшпрахай, как говорится, да, вот разговорный язык. Хохшпрах, это литературный. Приходила в гостиницу, и не знала, что сказать. Я просила переводчицу, Ольгу, я говорю, Оль, напиши мне что-нибудь. Она напишет там. Личный разговорник. Bitte geben Sie mir ein Stück Brot, да, дайте мне кусочек хлеба. Bitte, там, te, там, еще чего-нибудь. Коньяк, предположим, да, или Грок, как меня научили там Грок пить. И, значит, я приходил, вот по бумажке все читал. И таким образом я постепенно стал, а потом я еще играл роль на немецком языке. И вот эта картина, доктор Шлютер, она была, действительно, тоже, там уже снималась, уже вторая серия снималась, а у них первая серия, вторая, где вот Ева, моя героинь. И они почему-то не могли, он не мог найти Ахим Хибнер, он, польскую актрису, чешскую актрису. Что-то он искал везде, непонятно, что он хотел. Уже фильм снимается. Какой-то тип он себе придумал женский, а вот и нет, был рядом. И вдруг он увидит картину на семи ветрах. Он увидел, просто дома увидел фильм по телевидению. И он сказал своей жене, говорит, вот эта мне нужна, вот эта Ева моя. И так они приехали в Москву, меня разыскали. Только что, я только снялась в фильме «Тишина» как раз у Басова, Владимира Павловича. И они мне, и сценарий мне привозят вот так вот, пять серий, да, ужас какой-то. И на немецком все языкно, потом меня перевели на русский. И вот так вот меня приглашали. Я была очень удивлена, потому что я была, игра должна была немку, во-первых, потом еще две роли, мать и дочь. Да, мать же. И вот это было, конечно, удивительно. А с точки зрения... Ну вот насчет, вы говорите, попал ли я в другую... Производство было такое же? Во-первых, житье, конечно, было совершенно другое по сравнению. Условия роскошные. А вот с точки зрения технологического оснащения, я не знаю... Вы знаете, я не могу этого сказать, Саш, чтобы это чем-то очень отличалось. Ну, камера стояла такая же практически, может быть, что-то другое. Только там более все четко делалось. И более был как-то дисциплина. Цигель, цигель, алюлю. Вот это было, что два часа никто не ставит свет? Ничего такого нет. Там мне еще поразило, больше всего поразила мне костюмер. Женщина по костюму, который я как только приходила, только снимала у себя колготки. Там бюстгальтер, прости меня, бюстгальтер, она тут же все это брала и стирала. Мне так было неловко. Да я же сама могу постирать. Зачем же она? Что, я сама этого не сделала? Она говорит, это моя работа. То есть у них так... И она так переживала, если что-то, на портубею как-то забыли где-то привезти портубею, где-то за гором снимали. И она была белая вся, потому что она не знала, что ее уволят тут же, мгновенно. И я еще говорю, да вы не плачете, ну сейчас мы быстренько, у нас мотоцикл... Обойдется. Да, мы веревочки привяжем, как у нас там, да, привяжут где-нибудь так, чтобы, ну, сделать вид, что портубея есть, там завязали, чем тесенка какой-то. Вот это вот все было. Вот это вот удивительная вот была вот эта вот дисциплина. На площадке, главное, даже пиво пили. Вот меня это удивило. А пьяных не было? А пьяных не было. Приносили ящик пива по 250 грамм. Я потом этот ящик привезла в горы на вертикале один раз. Пиво притащила из Берлина. Самые трагические слезы особенно красивых женщин, особенно если эти женщины еще актрисы, это возраст. Вы всегда несказанно хороши. Вот в любом вашем временном этапе, да, вот абсолютно какая-то трансформирующаяся женская красота, которая, ну, и у вас этих же не было трагических проблем. Я перехожу из возраста в возраст. Паника перед возрастом была? Ну, паника вот сейчас наступила уже, потому что как-то, ну, что то, что принесла операцию тяжелую, я где-то испугалась за жизнь, думала, что надо попрощаться, да. И вот эта вот паника, то, что ты уже чувствуешь, что задумываешься, что, а, возраст, и уже все как будто меньше-меньше остается, и думаешь, страшно становится немножко, ну, что все как-то уже уходит. Вот это вот есть паника. И то, что работы нет, вот что еще самое страшное. Понимаете, нет работы. Вам не интересно или вот в этой? Нет, меня просто не приглашают, понимаешь? Меня просто нет. У меня вот года четыре назад практически уже три года точно. У меня нет никаких... Ну, какие-то там предложения нету. Театр тяжело? Я работаю... Нет, это у меня есть. Это я работаю. У меня антрепризные спектакли есть. Я работаю, я езжу. Это у меня ничего. Но вот съемок нет. У меня нет... Я помню, один год у меня был... Я даже имею в виду, я готова сниматься в сериалах. Я иду на это, потому что у меня были хорошие фильмы сериальные. Вполне прилично. Любовь как любовь. Мы делали... 320 серий был сериал. Сережа Никоненко мы были в паре. Муж и жена играли. Потом Сердце Марии был тоже неплохой. Да? Огромный тоже. Тоже большой сериал. Вот сейчас нету ничего. А был год, у меня было 8 наименований. Знаете, Людмила Маркина Гурченко говорила, что вот до последнего дня на сцене я никогда не расстанусь с театром и кино. И я понимаю, что если есть желание и силы, до последнего патрона. Вот в нашей профессии, когда как в бою. В этом счастье, вот особенно драматического артиста, который может, пока ты соображаешь, пока ты говоришь, пока ты помнишь все, пока ты можешь двигаться, ты можешь до 100 лет выходить на сцену. Потому что на сцене, на театральной сцене, да и в кино тоже можно играть, пожелать другую роль. Есть все-таки возможность вот это вот, быть до конца жизни, как говорится, в строю. Есть возможность еще быть интересным в этом своем возрасте, в любом, в новом своем качестве. Да. Делиться новыми своими эмоциями и мыслями. Я очень рад, что мы повидались сегодня. Спасибо, что пришли, дорогие друзья. Напомню, у меня в гостях сегодня была Бориса Лужина, легендарная актриса, народная артистка России и безумно красивая, интересная женщина. Спасибо.